Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие именинники, сегодня мы с радостью вспоминаем имя великомученика Христова, победоносца, чудотворца Георгия. Сегодня его память, но память особая. Особая потому, что день страдания его, день представления Господу празднуется по церковному календарю в конце апреля, что значит в мае, в начале мая по гражданскому календарю. Это пасхальный праздник, попадающий, как правило, всегда на период цветной триоде, то есть на пасхальные праздники. И вот тогда главный праздник Георгия. Но святой сей настолько любим в разных христианских народах, и жизнь его многогранно отражается в жизни различных христианских сообществ, так что и праздники у него есть еще отдельные. К примеру, есть отдельные праздники Георгия у грузин. Святая Нина была родственницей великомученика Георгия. Они были в родстве по плоти, и поэтому, когда она принесла евангельское семя на грузинскую землю и пожала первые плоды своего посева, то основала там праздник, организовала не только в честь Георгия в мае, но и в честь колесования Георгия, то есть в честь его тяжелейших страданий им перенесенных. Особые праздники сегодня – это праздник Киевской Руси, праздник в честь основания в городе Киеве храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Наши предки часто сохраняли двуимение такое до определенного момента. Носили древние славянские имена, а потом принимали еще кроме их в крещении христианские имена. Итак, например, князь Ярослав, прозванный впоследствии, гораздо позже, чем он жил, мудрым, был назван в крещении Георгием. Он построил предел в Софийском соборе в честь своего небесного покровителя. И вот в честь основания Георгиевского храма в Киеве сегодня совершается праздник. Это лишний повод вспомнить о святом великомученике, который совершает многоразличные службы и покровство осуществляет над многими христианами. Кого защищает Георгий? Во-первых, он покрытель воинов. Сам символ его на древних иконах, в новгородской иконописи особенно, на коне поражающий змея, как будто того древнего змея из апокалипсиса, дьявола и сатану, ввергающего обратно в бездну. В таком виде Георгия взяли гербом своих стран и городов, многие места и народности. Такой Георгий изображен на гербе города Москвы. Георгий покрытель воинов. Говорят, и раньше, и сейчас, идущие в бой, на правый бой, на защиту, за доброе дело, заряжая оружие, выходя из окопа, часто солдаты призывали имя святого Георгия Великомученика. И он помогает воинам. Георгия часто почитали на Руси как покровителя домашнего хозяйства, как милостивого исцелителя скотинки домашней, поскольку само имя Георгия означает земледелец. Он по имени знает наши нужды, поэтому готов нам всегда помочь. Если вы видели картину Нестерова «Явление Христа русскому народу» или «Христос и русский народ», там за спиной Господа изображаются наиболее любимые русские святые. Никола Чудотворец, преподобный Сергий, святая Варвара и Егорий, святой Великомученик Георгий, которого многие наши предки считали почти что русским, настолько любили его и чувствовали его близость. Кроме сегодняшнего именинника, носящего имя Георгий, Юрий, или еще Жора, Егор, так по-разному произносится это святое имя. Мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела также и Иосифа. Поздравляем вас, дорогие именинники, желаем вам, чтобы копье сего святого мужа или меч его молитв отгонял от вас всякое зло. С Днем Ангела, дорогие именинники, радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. С Днем Ангела